Российская экономика продолжает испытывать сильное давление из-за санкций, объявленных странами Запада. Среди них и замораживание значительной части валютных резервов нашей страны, которые были размещены за рубежом. Наша съемочная группа разбиралась, угрожает ли это дефолтом или у государства есть запас прочности. По состоянию на 18 февраля Международные резервы Банка России, если считать в долларах, составляли 643 миллиарда. Затем западные страны заявили о заморозке как минимум половины из этой суммы. Тем не менее, экономисты отмечают, что такая ситуация не означает угрозы скорого дефолта. Многие путают понятия дефолт, девальвация, деноминация. Если речь идет про дефолт, это невозможность платить по сделанным заемным средствам, по сделанным займам. У нас очень небольшой государственный долг. То есть на обслуживание государственного долга. То есть это незначительные затраты, которые, когда придет время выплаты этого долга, мы это можем выплатить. Тем не менее, это не значит, что власти страны могут почивать на лаврах. Ситуация в экономике остается очень сложной. Падение курса национальной валюты, скорее всего, разгонит цены. Ведь даже в отечественной продукции зачастую есть так или иначе импортная составляющая. Что уж говорить о том, что ввозится из-за рубежа. Учитывая, что объем поставок иностранных товаров на территорию Российской Федерации был достаточно большой, значит и по достаточно большому объему, и по большому набору товаров их стоимость будет существенно изменена. Ситуацию может сгладить помощь отечественной экономике. Очень многое зависит от грамотных, а самое главное, оперативных действий федеральных властей. Что-то уже предпринимается сейчас. Например, повышение учетной ставки Центробанка до 20%. Вслед за чем и коммерческие банки заметно иной раз до 23% повысили маржу по вкладам простых граждан. Да, подражают кредиты. Но едва ли сейчас время делать долги? Следующим шагом должен стать разговор с крупным бизнесом по сдерживанию, а в идеале и замораживанию цен в опте и рознице. Если государство не будет повышать цены на газ, на нефть, на энергоносители для народа, а вы знаете, что сейчас подходит время планового повышения, и вообще наложит мораторий на повышение, допустим, до конца этого года уж точно, а если еще и на следующий год, то это было бы совершенно прекрасно. Кроме того, можно снизить или отменить ряд налогов для бизнеса. В ответ, взяв с него обязательство, свести к минимуму повышение цен на продукцию и продовольствие. Все это заметно сгладило бы ситуацию в стране. В целом же, большинство экономистов предрекает, что в связи с последними событиями отечественную экономику ждет серьезная перенастройка. И чем скорее это произойдет, тем лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...